2023 год объявлен в Архангельской области годом экология, направленный на бережное отношение к природе, организацию раздельного сбора отходов, рациональное использование природных ресурсов и лесовосстановления. Давайте затронем вопрос, который касается каждого жителя нашей планеты, а именно вопроса экологии и сохранения нашей окружающей среды. Наша прекрасная планета. Сколько тайн и загадок она хранит в своей неповторимой природе. Красота нашего мира просто очаровывает. Яркое голубое небо днем, звездное небо ночью, когда можно наблюдать за бесчисленными огоньками. Почти три четверти поверхности земли покрыта реками, морями и океанами. На земле очень много гор, есть пустыни, поля и бескрайние леса. Четыре с половиной миллиарда лет в бесконечных просторах вселенной мчится удивительная голубая планета, единственная и неповторимая. Подумайте, чем дорожит человек на своей планете? Ее воздух, реки, леса, ее звуки и запахи, ее снег и цветы. И все живое, что на ней обитает, все, что дышит и что называется словом «жизнь». Мир животных, населяющих нашу планету, разнообразен. От простейших одноклеточных до гигантских морских китов длиной в десятки метров. Животных на земле почти в шесть раз больше, чем растений. Но и царство растений неоднородно. Морские водоросли, лишайники, чудесные цветы – наши верные и молчаливые друзья. Они помогают нам почувствовать радость общения с природой, ее очарование и красоту. Растения приносят на нашу планету жизнь. Они поглощают из атмосферы углекислый газ, а взамен выделяют кислород, без которого не могут существовать живые организмы. Красиво, не правда ли? Но есть одно «но». Население нашей планеты составляет более 8 миллиардов человек. И с каждым днем нас становится все больше. Если каждый из нас посмотрит вокруг себя, то всюду увидит следы человеческого труда. Красивые здания, цветущие сады и парки, скоростные поезда, огромные аквапарки с чудесными рыбами, роботы, компьютеры, тысячи домашних предметов. Все это придумал и усовершенствовал человек, созидающий и, конечно же, любящий свою землю. Но не приносит ли человек тем самым угрозу экологии? Как вы думаете, какая самая главная опасность для жизни человечества? Войны, извержения вулкана, столкновения с кометой или же безопасность экологии. Жизнь человека сегодня наполнена комфортом. Он преодолевает дальние расстояния на личном автомобиле, самолете или поезде. Его рацион состоит из разнообразных блюд, а за нашим здоровьем следит целая армия врачей. Но все это только на первый взгляд. На самом деле каждый из нас постоянно сталкивается с серьезными проблемами, о которых мы можем даже не подозревать. Речь идет о глобальных экологических проблемах. Потепление климата, которое вызывает активное таяние ледников, истончение морского арктического льда, в результате чего многие виды арктических животных, птиц и растений оказались на грани исчезновения. Еще одна проблема, с которой столкнулось человечество, это разрушение озонового слоя. Озон неустойчивый газ, и он легко разрушается, взаимодействуя со многими веществами, которые человек выбрасывает в воздух в результате своей жизнедеятельности. Бром, хлор, фреоны, водород. Главными источниками подобных выбросов являются промышленные предприятия, фабрики и заводы без отчистных сооружений. Минеральные удобрения, теплоэлектростанции, ядерные взрывы, запуски ракет в космос, реактивные самолеты и даже автотранспорт. Уже несколько лет научное экологическое сообщество ищет технологии для решения проблемы загрязнения мирового океана пластиковыми отходами. В данный момент обнаружено пять огромных мусорных островов, которые дрейфуют в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов и создают огромные риски для всех их обитателей. Некоторые животные и рыбы принимают пластик за планктон и ошибочно его поедают. Птенцов морских птиц привлекают более крупные пластиковые кусочки ярких оттенков. Молодые птицы проглатывают их. В данный момент пока не найдено эффективных путей выхода из данной ситуации. Однако на суд экспертов постоянно предлагаются новые концепции и идеи. Жители мегаполисов особенно волнует проблема загрязнения воздуха. Огромные объемы выхлопных газов, выбросов от предприятий окутывают города в толстый слой смога, дышать в котором порой становится просто невозможно. Отсюда и многочисленные проблемы со здоровьем у детей и взрослых. Очистить воздух от примесей можно через сокращение автомобильного транспорта, использование многоступенчатых систем очистки на промышленных предприятиях, а также через широкое применение энергосберегающих технологий. В природе все взаимосвязано. Существующее многообразие видов живых существ на планете не каприз природы, а необходимость. Тем не менее исчезновение одного вида вызывает нарушение работы всей экосистемы. Как наглядный пример можно привести кампанию по уничтожению воробьев в Китае в конце 50-х годов прошлого столетия. В результате чего нарушился весь экологический баланс и расплодившиеся насекомые уничтожили не только посевы, но и листву на деревьях. Это привело к масштабному голоду в стране и смерти более 30 миллионов человек. Процесс исчезновения видов и появления новых постоянно идет в природе. Однако с участием человека уменьшение видового разнообразия происходит катастрофическими темпами. С начала 17 века на планете исчезло более 800 видов растений и животных. Не менее остро стоит и проблема истощения природных ресурсов. Бурный рост промышленности ведет к потреблению невероятного количества природных ресурсов, а их запасы на планете весьма ограничены. По оценкам ученых, нефти, угля и прочих полезных ископаемых хватит на ближайшие 40-50 лет. Перспективы дальнейшего выживания для человечества, к сожалению, весьма туманны. Как видно из рисков, с которыми столкнулся наш мир, их довольно много. Однако причина одна — потребительское отношение человека к планете, ее ресурсам, другим живым существам, населяющим ее. Более того, отношение друг к другу. Ни одна из вышеперечисленных проблем не решается изолированно. Их можно решать только комплексно, при условии изменения вектора нашего сознания в сторону восприятия Земли как нашего общего дома, как единого живого организма, клетками которого мы все являемся. Только бережное отношение всех людей, живущих на планете друг к другу, к животному и растительному миру, сохранит ее неповторимо красивой для будущих поколений. И на такой планете хватит места всем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok